В век высоких технологий увидеть воочию, как старинным ручным способом делают изделия из глины, большая редкость. На этот раз повезло юным посетителям Сочи парка, большинству из которых учащийся школы искусств. Они познакомились с известным потомственным гончаром, который руководит образцовую мастерскую в станице Холмской Абинского района. Сам он впервые взял руки глину в 11 лет, да по сей день удивляет всех своим умением. Гончар как художник, в конце концов, он тяготеет к тому, чтобы работа была изящной. Не только такой, как бы, олиповатой, только функциональной, но еще и какая-то изименка его художнического «я». Мастер-класс Алексей Михайлович начал с рассказа о том, какая глина наиболее подходит для работы, в частности, на гончарном круге. Само гончарное искусство известно человечеству на протяжении многих веков. Тем не менее, у каждого мастера свои секреты. Алексей Максименко показал, как в секунды можно создать художественную форму, украсить и расписать изделия. И тогда вот эти пальцы левой руки, вот так сложенный такой, как бы, инструмент, особенно вот этот палец самый большой, он в самый центр вот направляется, а пальцы правой руки, они поддерживают вот здесь эту форму, и вы начинаете давить. Ребятам, которые решили себя посвятить декоративно-прикладному и изобразительному искусству, было любопытно наблюдать за мастерством народного умельца, ставшего заслуженным деятелем искусств Кубани. Я в первый раз вижу работу гончарного круга. Вот плоские работы я уже делала. Не из глины, конечно, но из пластилина. Но это очень похоже. А вот на круге никогда. Как украшают, мне было всегда интересно. Этот мастер-класс открыл цикл мероприятий, которые организованы благотворительным фондом Сочи-парка. Все для того, чтобы пробудить в детях интерес к народным ремеслам России. Тем более, что талантливых ребят много, и важно при обучении использовать лучшие практики создания своими руками уникальных вещей в традиционном кубанском стиле.